В момент постановки толчковой ноги и отталкивания, спортсмен воздействует на опору с силой в 3-4 раза превышающей его собственный вес. А при переходе в вис, центробежная сила, срывающая спортсмена с шеста, также значительно превышает его вес. Поэтому естественно, что прыгун с шестом должен обладать большим силовым потенциалом. Для развития силы используются упражнения с отягощениями. Эта группа упражнений способствует созданию мышечного корсета, предохраняющего поясничную область позвоночника от травм. Следующая группа упражнений развивает силу рук, выполняющих, как известно, активную работу в висе на шесте во время прыжка. Продолжение следует... Это группа упражнений воздействует преимущественно на мышцы ног и туловища, обеспечивающих быстрый разбег и мощное отталкивание. Продолжение следует... Часть силовых упражнений прыгун с шестом выполняют с использованием гимнастических снарядов. Каната, перекладины, колец, брусьев. Такие упражнения требуют хорошего владения собственным телом и приложения больших усилий. Для локального воздействия на отдельные группы мышц используют различные тренажеры. Отталкивание в прыжках характеризуется импульсом силы, то есть величиной усилий и временем их действия. Как видите, время отталкивания очень мало. Стало быть, точность движения и сила отталкивания имеют исключительно важное значение. Поэтому в тренировке прыгунов с шестом используются различные упражнения, сочетающие горизонтальные и вертикальные прыжки. Горизонтальные прыжки в большей степени способствуют развитию скорости бега и формированию правильности отталкивания. Вертикальные прыжки развивают силу и быстроту отталкивания. Прыжковые упражнения давно и хорошо известны всем спортсменам и тренерам. Однако следует помнить, что такие упражнения, как спрыгивание-напрыгивание, являются очень острыми средствами воздействия и требуют специальной предварительной подготовки. Прыгун развивает скорость до 10 метров в секунду. Для достижения такой скорости в тренировку спортсмена включается бег на дистанции от 400 до 30 метров, бег с ускорением и бег с максимальной скоростью на время. В зависимости от конкретных задач, бег может выполняться в затрудненных или облегченных условиях. Для совершенствования техники разбега на тренировке целесообразно применять бег по отметкам с шестом или без шеста. Специальная физическая подготовка способствует наиболее эффективному переносу физических качеств спортсмена в технику его прыжка с шестом. Для этого используется метод сопряженного воздействия, где силовые упражнения повторяют отдельные элементы техники прыжка. Продолжение следует... Комплексный подход к подготовке прыгунов с шестом предусматривает параллельное развитие всех его физических качеств. Однако в зависимости от задач конкретного этапа средством специальной направленности выделяется преимущественное время и место. Таким образом все средства подготовки объединяются в комплексно-блоковую систему, способствующую повышению эффективности тренировочного процесса. В процессе напряженных тренировок и соревнований спортсмен теряет огромное количество физической и нервной энергии. Поэтому очень важными и обязательными являются восстановительные мероприятия. Массаж, гидромассаж, сауна, бассейн снимают напряжение и усталость, дают эмоциональную разрядку и подготавливают спортсмена к предстоящей тренировочной работе. Массаж, гидромассаж, гидромассаж, гидромассаж. Массаж, гидромассаж, гидромассаж, гидромассаж. Нет нужды повторять, что человек не машина. Многое зависит просто от его хорошего настроения. Тренировочный процесс всегда должен находиться под контролем. Тестирование помогает тренеру своевременно оценить состояние выполняемой работы и либо внести в нее необходимую коррекцию, либо получить подтверждение правильности тренировочной программы. Срочная информация о состоянии спортсмена дает возможность тренеру управлять тренировочным процессом, четко реагировать на все изменения в организме спортсмена. Результаты контрольного тестирования наносятся на специальную тестовую мишеню, с помощью которой определяются сильные и слабые стороны в подготовке спортсмена, а следовательно и предстоящие изменения в программе тренировок. Просмотр видеозаписи тренировочных занятий и соревнований с критическими замечаниями тренера помогает спортсмену более четко представить состояние своей техники прыжка, осознать ее и на следующих тренировках внести необходимые исправления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Результаты Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова